Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа Extra Round и я ее ведущий Асламбек Бадаев. Каждую неделю к нам в гости приходят топовые представители российского ММА и показывают свои коронные приемы. Ну и, конечно же, рассказывают о своей карьере. Сегодня у нас в гостях чемпион лиги WFCA в легчайшем весе, боец клуба Ахмат Саид Нурмагомед. Саид Нурмагомедов Саид Нурмагомедов – российский боец смешанных единоборств из Дагестана, представляющий клуб Ахмат. Он является первым чемпионом лиги WFCA в легчайшем весе. В поединке за этот титул Саид в зрелищной пятираундовой битве победил своего одноклубника Абдулрахмана Дудаева. Всего в активе Нурмагомедова 10 боев, в 9 из которых он праздновал успех. Единственное поражение дагестанскому файтеру нанес его нынешний одноклубник и чемпион лиги WFCA в более легкой весовой категории Магомед Бибулатов. Есть успехи у Саида и в любительском спорте. Он становился чемпионом России, Европы и мира по ММА. Следующий свой поединок Нурмагомедов проведет ориентировочно в начале 2017 года. Соперник пока неизвестен. Ассаламу алейкум, Саид. Приветствуем тебя в нашей программе. И в первую очередь поздравляем тебя с чемпионством Лиги WFCA. Саид, поделись впечатлениями, каково это стать первым чемпионом Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат? Конечно, я очень рад, что выиграл. Эмоций очень много. Вы выдали один из самых зрелищных поединков этого года с Абдулрахманом Дудаевым. Ты забрал первый раунд, но потом уступил двух. И собрался четвертым, пятым забрал их. За счет чего тебе удалось вот так переломить ход встречи? В первый раунд я наоборот хотел слегка начать. Сразу у нас получилось возня первого же раунда. Мы даже не успели друг друга посмотреть. Второй раунд, третий раунд дышать не мог вообще. Тяжело было дышать. После третьего раунда, можно сказать, дыхание открылось у меня. Я знал, что проигрываю второй, третий раунд уже нужно было выбираться оттуда. И надо было забирать четвертый, пятый раунд, чтобы выиграть. Понятно. Но вы с Рахманом очень хорошие друзья. Вы не раз об этом говорили, это видно было. В связи с этим не было такого, что где-то вы жалели друг друга, не добивали, не били. Таких моментов не было? Даже не знаю, честно сказать. Вы, несмотря на вашу дружбу, теплые отношения, выложились на 100% и внутри клетки забыли об этой дружбе? Да, можно сказать, мы отложили свои дружеские отношения и уже в клетке работали на все 100%. Саид, что ты видишь дальше в своей карьере? Что тебе говорят, когда будет защита пояса? Есть ли у тебя какие-то мысли насчет соперника или чего-то еще? Пока я только отдыхаю, еще не назначили. Сказали, со следующего года уже начнутся турниры. Буду готовиться, всегда буду на старте, как только мне дадут соперника, буду защищать пояс, оставивать. Саид, ты всесторонне развитый боец, чувствуешь себя комфортно и в партере, и в борьбе, и в стойке особенно. Давай начнем с партера. Как ты любишь действовать в этом направлении? Покажи нам какие-нибудь приемы любимые. Здесь с корпуса получился у нас захват. Обычно зашагиваешь левую ногу, эту руку поднимаешь. Отсюда удержание очень хорошее, эти, получается, два пальца. Суешься вот под подвышку, плечом давишь области шеи, области подбородка и прижимаешь отсюда. Удерживаешь отцу, можно работать коленями. Также можно перейти до лесной грудь, отсюда добивание. А какие-то вот болевые, удушевающие это, пытаясь это делать или чисто контроль добивания у тебя бывает? Раньше я всегда любил делать гельотину, хорошо она у меня прокатывала. Давай, если проход, тебе дело, да, получается? Вот сюда, вот с этой стороны, понимаете? А, в эту? Отсюда вот накидываешь руку. Можно ее делать и в стойке, если уже стойки не получается. Накидываешь ноги. Хорошо. Главное плотно взять захват. Просуете руку сюда, отсюда вот, заворачиваете. Получается, уже ручной треугольник там, да? Да, хорошо. Саид, с 2014 года по 2016 мы не видели твоих поединков. Чем ты занимался все это время? Где ты был? Я получил травму, получается, в 2013 году это было. Тогда проходил гран-при «Беркут». За выход, получается, до финала я порвал связки. После этого время, можно сказать, два года восстанавливался. Делал операцию, реабилитацию, потом проходил, можно сказать, занимался только ногой. А не было ли мыслей вообще завершить карьеру в этот момент? Мысли были такие, когда уже я думал, что не смогу даже бороться, уже ходить в начале тяжело было. Со временем я пошел реабилитацию, уже стало все нормально, потихоньку приступал к тренировкам. Но все равно моментами было оставить или опять начать. Потом, хвала-ла-лах, все стало хорошо. Я участвовал, можно сказать, в декабре месяце, в 2015 году, в 2016 году. Мы поехали в Штаты и начал там потихоньку, потихоньку уже тренироваться. В 2015 году, то есть в прошлом году, да? Да, в 2015 году. Вот как раз-таки хотел спросить тебя о тренировках в США. Ты занимался в двух залах, в Джексон Викинджон и в Нью-Джерси, у тренера Фрэнки Эдгара. Марк. Марк Генри, да. Какие впечатления эти тренировки оставили у тебя? И то, что там, и то, что здесь, насколько это отличается? Марк, тренер, он больше работает, он дает работу на руки, в боксе. Он очень хороший, много работает на лапах. Снимают спарринги, они у него дома свой зал. И он после каждого спарринга забирает все домой. И у них листочки бывают написаны. И на каждом листочке имя, фамилия. И пишут отработки, серии. И часа два он с тобой работает на лапах. Так же хорошо там школа Дрейси, грэплинг. И много спарринг-партнеров. Фрэнки Эдлер, Марлон, Барбоза, Эдди Альварес. С ними постоянно-постоянно работаешь в спарринге. Набираешь опыт от них. И каково с ними спарринговать? Много ли удается тебе им противопоставить, так сказать? У всех естественно, можно сказать, ничего нет. Такие, никакие обычные 20 лет. И мы, две руки, две ноги. Большой опыт у них просто. От них набираем, они от нас набирают. А вот зал Джексон Винкельджон от Альбукерки. Это другая часть США. Каково там жить в пустыне без развлечений особых? Там зал очень хороший. Получается, на втором этаже живем. На первом этаже зал. Сколько там? Две тысячи метров над уровнем море. Там тоже, допустим, из тренера Винкель, Винкельджон. Он ударную технику показывает. Разные интересные удары у него бывают. То есть, получается, такие нестандартные удары? Да, нестандартные удары. Я видел, да, как он держит лапы. То есть, нестандартные удары. С любого положения он показывает, как бить. Также Грег Джексон, он показывает много ударов локтями. Как стратег он идет. Тактику на бой ставит Джексон, да? Да, тактику на бой. Смотрит видео твоих бойцов и уже под них подбирает план на бой. Этот зал, вот как раз-таки, Джексон Винкельджон, это зал, где тренировались наши первопроходцы в Америке. Там были Рустам Хабилов, Адлана Магов и Магомед Расул Хазбулаев и Шамиль Зауров. Много наших бойцов. И были некоторые истории, вот часто в интернете появлялись. Вот, допустим, Рустам Хабилов рассказывал, как они поссорились с местными мексиканцами. А у тебя не было подобных каких-то моментов с ними? И вообще, ну, каково там находиться, с местными общаться? Ну, в зале, можно сказать, со всеми дружескими были отношения. Хорошо нас встречали, потому что знали уже Рустама, можно сказать, опасались нас. Ну, хорошая российская школа, они уже зарекомендовали себя, наверное. А вот за пределами зала, там очень много мексиканцев, насколько я знаю, это граница с Мексикой. Они народ горячий. Возможно, не такие, как мы, но вот так же горячие люди. Вот с ними не было каких-то недопониманий? У нас не было ничего, не было встречать ничем. Не попадались мы с нами. Или мы им, или они нам попадались. А вообще там есть чем заняться, помимо тренировок? Помимо тренировок. Какие-то интересные моменты там? Есть там места красивые, куда можно пройти. Там горы, скалы, есть эта канатная дорога. Есть горячие источники далеко, там, в горах. Туда ходили, ходили в парную. Находили время для отдыха. Сейд, ну и вот мы подобрались ко второй части нашей программы. Это работа в стойке. Наверное, твоя любимая стихия. Ты очень нестандартно действуешь в этом направлении. Удары под невероятными углами выбрасываешь. Покажи что-нибудь из своего арсенала нам. Обычно я работаю, можно сказать, джебом. Закинул правую руку. За правой рукой таки дуешь ногу. Незаметно это получается. Ты кидаешь руку, все думают, здесь рука, и за ней прилетает нога. Неожиданно, да, получается? Давай еще раз. Джеб кинул по ручку и за ней сразу ковал ногу. А вот у тебя еще бэкфисты и сразу удар ногами по инерции тоже бывает. Покажи нам эти места. Обычно я бил левой рукой, показываю ногу, точно трогаю. И он думает, что проход, да? Да, он думает, что я буду проходить, но он отходит назад и отсюда бьешь. И ногами, да, еще туда можешь добавить? Ну да, оттуда уже можно ногу закинуть. Можно показать сюда, сюда, в корпус, куда открывается. Откуда у тебя такая растяжка? Растяжка? Да, с детства у меня. Дома сажали на шапогат. А вообще с какого вида спорта ты начинал? Интересно бы узнать, как ты вообще в единоборство пришел. Я начинал с кейфбоксинга. Где-то год, ну, два ходил на кейфбоксинг. Там результата особо не было у меня. И потом перешел на танк кольцем. И я начинал посмешно по бою. Когда вообще первый успех тебе пришел? И когда ты вообще понял, что это твое, и ты будешь продолжать именно в этом направлении? Вначале я выступал на разных турнирах. Чемпионат Дагестана, город. Выезжал, первый выезд был мой в Москву, по-моему. Там всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою был. Там выиграл я, получается. Потом входил в призеру. И в 2008-2009 году мне предложили поехать в Португалию. Это мой первый, может быть, такой серьезный турнир. Был чемпионат мира, проходил. WC-версия. Там я выиграл. Тогда на 57 килограмм. И вот после этого уже, можно сказать, честно сказать. Поперло, короче. Ты выступал в любительском ММА и являешься одним из первопроходцев именно в России этого спорта. Становился чемпионом России, чемпионом мира, насколько мы знаем. Вообще, насколько отличается любительская от профессионального ММА? В любительском ММА там у них идут крабы, щитки и раунд по 3 минуты. Два раунда по 3 минуты, финальные раунды по 5 минут. Можно сказать, ничем особо не отличается. Я, честно говоря, хороший опыт там набрал на этих соревнованиях по любителям. Сейд, как ты считаешь, вот легчайший вес категории до 61,2 килограммов в России, кто сильнейший боец в этом весе, на твой взгляд? Ну и вообще даже не один, а вот группа, да, сильнейших бойцов. Кого ты считаешь самыми лучшими в стране? Сильнейшие бойцы не могу сказать, потому что каждый год все меняется. Ну, перспективных ребятам могу назвать. Тимура Валиева выступает в WS-off. Также можно сказать Магомеда Магомеда Васильева, чемпиона ICB. Также мой друг Рахман Дудайев, с ним играли. Да. Ну а как ты считаешь, вот Магомеда скоро будет защищать титул против еще одного сильного бойца, Олега Борисова? Какое мнение у тебя на этот поединок? Магомед очень хорошо готовится сейчас на Борисова. Ему поменяли соперника, он должен быть с Лазунковым драться. Ну, Борисов маленький для него, просто. Магомед выше него. Я думаю, Мага будет работать ногами. На дистанции не будет, он заходит в рубку, потому что Борисов очень сильный удар у него. Ну, иншаллах, Мага выиграет. Ну и последний вопрос, Сейд, всем мы его задаем, наверное, не сделаем исключение в этот раз. Есть бойцы, которые делятся на тех, кто стремится в UFC, их большинство, и на тех, кому хватает именно выступлений здесь, в России. В какой категории ты можешь отнести себя? Хочешь ли ты в UFC, за рубеж, за океан, так сказать? И если да, то как ты считаешь, насколько это реально? Конечно, мне хотелось бы подраться в UFC. Пока хочу еще провести пару защит в Ахмаде. Дальше уже будет видно. Сейд, спасибо, что уделил нам сегодня время, что пришел в эфир нашей программы. Желаем тебе удачи, как можно скорее вернуться и порадовать своих болельщиков красивыми боями. Как ты это умеешь делать? Аликем. Удачи. Ну и вот, уважаемые друзья, программа Экстра Раунд на этом завершается. Спасибо, что сегодня были с нами. Следите за нашими следующими выпусками и ведите здоровый образ жизни. Увидимся, как обычно, ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok